Скажите, иски газете, они вам помогают в плане каких-то скандалов и такого пиара? У нас очень мало сейчас исков. Вот Ваенга сейчас наехала на вас по поводу того, что вы написали о ее госпитализации. Ну это такие мелкие вещи, мы даже не обращаем на это внимания. Нет, а как же Ваенга это не мелкая вещь? Для меня мелкая, для кого-то нет. Я даже на это не обращаю внимания. У нас юридическая группа работает. У нас количество исков очень заметно снизилось. И потом в год, в год, мы на сегодняшний день средний проигрыш это 2-3 иска в год. Мы проигрываем частично. А сколько это по деньгам? Вот Ваенга 2 миллиона с вас хочет. Ну я думаю, что, я не знаю сколько она может получить. Думаю 0 рублей, 0 копеек. Потому что то, что она требует, это, я даже не знаю, иск, если честно, мне это не интересует. Потому что это просто муть какая-то. Это абсолютная муть. Это не иски. Иски это когда ты ошибаешься в работе с банками, с какими-то крупными коммерческими структурами. И ты даешь неправильную трактовку, и они в этом находят, что это принесен экономический ущерб деятельности той или иной компании. Вот здесь нужно быть очень аккуратным и осторожным. Здесь могут быть иски очень крупные. Самые крупные иски, которые мы проигрывали, это 100 тысяч рублей. А кому и когда? Я не помню сейчас. Какие-то коммерческие структуры. Но в основном мы не проиграем. Ну понятно, потому что вы над этим работаете, и у вас, наверное, там здесь все схвачено. Нет, у нас в суде ничего не схвачено. У нас схвачено в юридическом отношении. У нас сейчас каждый материал, который идет от журналистов, связанный, ну так скажем, острый материал или расследование, или вообще материал, связанный с какими-то критическими заметками, он обязательно просматривается юридической службой. Но есть же иски вообще не по поводу материалов. Полонске недавно я читал, выступил с иском к вам и коллегам из Комсомольской правды по поводу использования вообще слова комсомол в названии. Вы в курсе этого иска? Ну я что-то слышал, но меня абсолютно не интересует этот человек с неугравновешенной психикой. Ну, кстати, мои продюсеры связывались с его адвокатом, вроде говорят, что это даже не его иск. А почему вы считаете его с человеком неугравновешенной психикой? Я вот беседовал с архитектором, с очень видным немецким, он считает, что вот Сити Полонского, это... Ну я видел в Ютубе или еще где-то несколько последних видеозаписей, как он разговаривает, я считаю, что это человек с неугравновешенной психикой. Ну, при этом, я насколько понимаю, он был так же, как и вы, в общем, любимцу мэра предыдущего, Юрия Михайловича Ушкова, нет? Я, мне трудно сказать, у меня были просто очень хорошие деловые отношения с мэрией, потому что я был министр московского правительства, и отсюда, исходя из этого, естественно, у меня сохранились и не только с мэром были хорошие отношения, а вообще со всей прошлой командой были отношения и деловые, и хорошие, и дружеские. Потому что я сидел с ними за одним правительственным столом, работал. Как они могут быть другими? Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.